ПАСКАЛЬ С ВЕЙДЖИ Кажется, она что-то знала, она всегда отказывалась сказать мне правду. Может, это правда, с которой она не хочет столкнуться? Ты знаешь, что ради тебя она будет скрывать любой ад, даже если сама еле сможет его перенести? Иногда я чувствовал, будто она чужая мне. Она просто слишком хорошо тебя знает. О секретном туннеле под комнатой посредника. Откуда ты это знаешь? Это было лишь догадкой Терезы, печати Якуба были похищены, их местонахождение может быть только... Если бы это был только Норвуд, я бы не удивился, но Иола, не знаю, почему она была вовлечена во все это. Я тоже не хочу этому верить. Дальше, о посреднике. Так это та правда, которая стоит в земле, пыталась скрыть все это время, посредник, зараженный Сендрилами? Я слышала об этом в Святой Земле, но я думала, это лишь слухи. Вейлон должен быть... должно быть узнал об этом, поэтому Демиургов заставили молчать. Как бы то ни было, подсвеченные башни в коте без воротами, со сгущенной силой Сендрилов таится правда. Так много зацепок, по какой из них мне последовать? Теперь мы можем верить только в себя. Так, назад по воске? Контракт, я нашел твою глину или нет? Да. Почти готово. Да, мне всегда было интересно, если бы я была, я и одобрила, бы я веру сейчас. Потребуется сила духа, чтобы улицезрить правду сквозь веру. Установится ли баланс? Не думаю. Боже, зачем ты забрал эту невинную душу? Почему ты не забрал хаос и безумие? Это из-за того, что я солгала, будто меня мучают сейчас? Так, надо ее, кстати, прокачать, потому что мы будем играть за нее. Благословить я не хочу. Контракт мы выполнили. Течка, давай побозорим. Давай поторгуем, посмотрим, что у тебя здесь есть интересного. Свисток не нужен, это все ерунда. Да, у него нет ничего такого интересного, полезного. Давай поговорим. Святая Земля также медленно превратится в историю, которая будет постоянно повторяться в будущем. Церковь, просто глупый последователь, и эти светляки рядом с посредником лучшее тому подтверждение. В конце концов, Бог придуман. Это концепция, которую не обязательно должны все видеть воочию. Вот так люди придают значение своим глупостям. Кто-нибудь серьезно об этом думал, почему Бог создал этот проклятый мир? Всегда есть причина. Люди думают, что Бог дал им возможность все понимать. Но разве все похоже на это все? Все. Они не любят неопределенности, поэтому скрываются в вере. Вот в чем их грех. Свет колосов не факел разума. Без размышлений человек перестает... Что перестает-то? Ладно, птичка, все угомонись. Я надеюсь, я не все камни потратил, потому как я... Прокачивал того мужика с гробом. Ну, сейчас мы посмотрим. Так. Можно сделать меч. При успешных атаках восстанавливается здоровье. То есть, вампиризм есть. Сломанный меч, найденный в четырех столпах, смог очистить Сендрил, который начал заражать Элеонору. Символы на рукояти означают конец реинкарнации на языке маркионов. Моя благородная мадам в этом мире не о чем беспокоиться. Пусть ее душа покоится с миром. Говорят, что божественный меч в церкви также может очищать Сендрилов. Должно быть, Бог благоволит Святой Земле. К тому же, на ней хранятся два священных контейнера. Небожественный меч, не сломанный меч не смогут спасти заброшенную Святую Землю. Только благодаря священному колоколу мы можем молиться о благословении Господа. Да давай мы это сделаем. Так, создать. Что-то у нас здесь новенькое еще есть. Вот. О, можно было вот это сделать. Но это на сопротивление. Ирвана Василиска. И, наверное, еще что-то можно из этого тупого меча было делать, да? Реген выдержки. Отдых на алтаре дарит щит. Похожие эффекты не могут быть активированы одновременно. Ну ладно уж, мы потратили. Давай качнем. Тебя. По полной программе. Так сильно, как только мы можем. Блин, чуть-чуть не хватило. 150. Ну ладно, мы это докачаем. Силу давай. Или ловкость можешь качнуть. Жесть. Вторая ловкость вообще ничего не прибавляет мне. То есть она мне прибавляет только крит 0,2. Ну давай возьмем на 1. Блин, я не знаю, что качнуть, если честно. Давай упорство. Ты. Ты. Кстати, тот меч был бы полезен. Раз там есть вампиризм. Она как раз теряет здоровье. Я уж не помню, как за нее сражаться, если честно. Ну давай качнем упорство. Интеллект. Это ее главный атрибут. Ну и для начала так. 179 у тебя какая? 170. Ладно, урона хватит. Сила ей нифига не дает. Ловкость. Фигня, живучесть. Защиту качнем, бодрость. Чтобы было здоровье и упорство, может еще. Ладно, вот такой вот у нас странный персонаж. Так. Атака плюс 25. Атаку его врага вы наносите себе незначительный урон. Серьезно? У меня все это время стояла эта ерунда? Вот я оставлю вот это. А я-то думаю, почему я здоровье теряю постоянно? Так, сначала ты. Старикан. Блин, я эти все атаки стремительные не использую. У меня там есть одна, которую я юзаю. Давай качнем. Длительность бафов. Эффект зелья здоровья, нормально. Все, у нас зелья все вкачаны. Самые крутые вот эти камни мы потратили. Ммм, аномальный режим. Ладно. Ладно. Длительное уклонение. Вот это что? Влечит урон на 15 в аномальном режиме. О, нормально. Блин, вот это бухачнуть? Да я все профукал на зелье бафов. Которые не использую. Влечит шанс выпадения материалов. Ну и все. Все самые драгоценные камни мы потратили. Можем немножечко качнуть ее. Может ей что-нибудь припадет. Во-первых, я бы пошел туда, где зелья. Чтобы увеличить количество. Дальше. Длительность бафов. Это ерунда. Чтобы хилилась сильнее. Блин, прием зелий. Не смог качнуть. Пауза между атаками позволяет выполнить контратаку. Стоит 30 очков. Обычно атаки бениты могут отразить дальние атаки врага. Блин, я не думаю, что на это стоит иммунду стратить. Продлевает период восстановления выдержки. От эликсира шепота ветра. Я эликсиры не хочу пить. Бенита может хранить больше эликсиров. Все, ладно. Качаем, что доступно. Но она у меня очмошная будет. В этом никто не сомневался. Как бы, какие могут быть сомнения, если я все камни вкладывал... К счастью. К деду. А оставшиеся я вкладывал... В этого могильщика. Ну все, осталось... Лоховство какое-то. Надо за нее посражаться. Я... А то и не помню, что да как. Ладно, нам сейчас надо береться... В локацию... На которой мы уже были. К-тип она, что ли, называется. Вот. Вот это главный вход, да? Отправляемся. Насколько я помню... Там в самом начале есть подъем. Где он был? Лестница была, я помню. Ладно, надо чуть дальше пробежать. И вот здесь она должна быть. Кстати, вот здесь можно сохраниться. Вот эта лестница. Надо выбрать ее. Я реально уже не помню, как за нее воевать. Вот есть она. Вот есть обычные атаки. Они тратят здоровье. Это тоже здоровье тратит? Да, это тоже тратит здоровье. Но мы можем использовать вот это. А, это накладывает щит, а это хилит? Вот это что делает? Мне надо щит накладывать. Вторая штука что делает, понять не могу. Я могу про персонажа прочитать, нет? Блин, где про персонажа это пишут? Сейчас надо быстро зайти. Блин, у меня же была инструкция где-то, где она была. Сейчас я прочитаю. Все, я прочитал. Нам надо вот этот эликсир. Второй ускоряет восстановление нашей стамины. Так. У тебя мы можем вот наполнить бутыль, если я ее не продал. Требуется одна баночка. Да. Нет. Какие 30 полипных? Ты что, дурак? Все, отвали. Костя мне еще понадобится. Ты что? А щит, кстати, не спадает. То есть я могу постоянно накладывать щит. Вот в чем прикол. Так, здесь был спуск вниз. Да, вот он и дорожка. Идущая сюда. Насколько я понял, нам нужна та дверь, которая тогда у нас была закрыта. она какая-то золотая. Если я правильно помню. Но вообще, эту локацию я позабыл. Блин, реально не помню. А я туда пришел? Вот лифт. Вниз. Вверх. Да долбанная ерунда. Это не туда. Ладно, я буду искать. Ладно, поиски много времени не заняли. Надо было лишь по лестнице спуститься. Так. С тобой мы говорить не будем. Потому как мы помним, что это начнет наше дополнение. Вот эта дверь, о которой я думал, она закрыта. А, вот она открывается. Да. Супер. Там мы еще не были. Она на кулуках ходит, оказывается. И как-то грузится долго сегодня. Блин, зачем ты деда-то взял? Да, он может нас вернуть к повозке. Это нам не нужно. Я не знаю, смогу ли я потом от повозки вот сюда переместиться. Наверное, новая точка должна была открыться. Таким образом. Наконец мы здесь. А теперь что? Еще одна чертова лестница. Иногда я действительно ценю, как методично они устроили погоню. Так, вот это куда-то ведет? А это? А это? О, квакун. Дневник тюремной стражи. Черт побери, конечности заключенных становятся длиннее и тоньше, а свет на их шеях ярче. Они неистово барабанят в двери камеры, а те вот-вот слетят с петель. Ладно. Что-нибудь еще здесь имеется. Как-то так легко они нам дали квакуна. У нас нет осколков кости. Полипные я тратить не хочу. А у нас их, кстати, всего 30. Давай здравую. Как раз таки, чтобы улучшить ту штуку, тот у нас, чувак, просил 30 костей. Эти кости очень как-то сложно добываются. Прям не знаю. Так бы я прокачал ту штуку, чтобы посмотреть, что из этого получится, что нам это даст. Зачем вот мне сейчас эти кристаллы? Непонятно. Потому как эти чуваки нас кинули. Вещь я могу купить лишь у той и мудмазель. Костей мне, наверное, уже достаточно, чтобы приобрести. Все гораздо хуже, чем я думал. К счастью, в этот раз мы сделали правильный выбор. Костей мне достаточно, чтобы приобрести хоть какую-нибудь вещь у нее. У нее там вроде была хорошая, но не получится. Придется проходить игру. и только потом приобретать. Это же так логично. Ладно, надеюсь, мы сохранились у яйца. Какой крутой чувак. Двигаем дальше. Ты что, хрипишь? Вау. Стой, ты не то взяла. Идиотка. Идиотка. Но щит это здорово. Если честно. Кстати, да, та вещь работает, которая нас хилит. И получается у нас щит наложен. И в это время мы себе хилим. Это вообще имба. Это адовая сборка. Вот если бы я ее качал, это бы было вообще что-то с чем-то. Реально. Дикий персонаж. Снова эти светляки надоели уже. Просто тогда, когда она у меня появилась, я побегал за нее и не оценил всех прелестей. А, блин. Блок-то она ставить не может. Я постоянно пытаюсь поставить блок. То есть у нее щит вместо блока. Вот и все. Так бы она была слишком имбовой, наверное. Поэтому ей надо стамину качать. А, ну вот поэтому у нее и есть на стамину. Ума у нее нет. К сожалению. Здравого. Не, персонаж реально хороший. Единственный отстойный персонаж это та деваха с пушкой. Вот она действительно отстой. Выносит она мало. Безумный Аскет. Я взял деда. Потому как я боялся, что она сейчас превратится. Не она, а окружение у нас будет безумным. И это как раз босс. Так что хорошо, что я это сделал. О, добить можно или что? нормально. Какой-то слабый, если честно, босс. А у нас аномальный режим тоже. Стой. Да стой, врубьи. Да боже, он меня в текстуры загнал. я не могу отсюда выбраться. Спасибо. Огромная игра. Я могу выйти в меню? Я не хочу играть. Что за бред? Вот серьезно, на полном серьезе. Долбанные баги. Настолько убогие баги. Серьезно? Прям серьезно? Блин, не то зелье. Но может накладывать на себя щит, а потом такое, которое восстанавливает. По-быстрому выносливость. Ладно. Сейчас придется с ним еще раз сражаться. Это же так весело. Что может быть интереснее? Да боже, ты тварь. Ну все, меня уже все бесит. это из-за того, что игра тупая баганула. Одно дело, если бы меня убил этот босс, а другое, я ему отнял половину здоровья, и он меня закинул за текстуры, из которых я не могу выбраться. Это же такой бред. Идиотизм настоящий. Причем этот босс мне вообще ничего не мог сделать. он просто лохопед. Конечно, лучше всего мне сейчас играть постоянно за деда, потому как дед у меня прокачен, в отличие от этой мадам. вот. Этот его тупой прием, который меня закинул за мешок. это задолбал. В первый раз более все гладко шло. где это вот. А, мы же с травы... А, нет. мы не тратили его. Или потратили. Разве он не один не должен быть у всех? все. Я говорил, ничего сложного в этом боссе нет. Алмаз и мундус. Так, ё-моё. Лабиринты опять начинаются. Здесь у нас спуск. Вот здесь у нас что? Нифига. Ладно, давай назад сходим. Сзади у нас тоже какой-то спуск, который непонятно куда ведет. Какую-то пещеру. Ага. Здесь можно тупо спрыгнуть. Ну, давай попробуем. крыса, я ведь тебя слышал, но я не знал, что ты наверху. Я думал, это кто в другом месте там где-то везит. Да ты чё, издеваешься, что ли? конь, 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 крылатый. Почему этот дед не ударил? У тебя же хватало стамины. Гигантский клык. вон, висит. Лошпедина. Конечно, я же теперь буду каждые полметра на это попадаться. На этот трюк. Мне почему-то кажется, что это туда же ведет, только в обход этого мужика. Блин, здесь же может быть или целая куча лягушек, или подобная ерунда. Что я вытворяю? Я отсюда вышел, да? Вот отсюда. Мы идем, вот здесь ничего нет. Сюда я сходил. Здесь у нас получается тупичок. Ничего нет. Ничего нет. Да, это какой-то обходной путь, непонятно для чего сделанный. то есть если ты не можешь босса убить или не хочешь сражаться или что, потому как здесь можно также выйти и подойти к яйцу. Все. Странно. У нас получается одна дорога. так, хилка выпала. Все, отдыхай. Еще хилка. Адам два лоха. Ладно. не люблю я сразу с двумя сражаться. Но раз уж они лохи. Оторванный хвост, оторванный хвост. Так, и куда-то мы вышли опять. здесь ничего. Здесь два лоха. К этому можно было со спины подкрасться. А почему я так малого ношу? Да, боже, ты меня задолбал. Я не знаю, у меня совсем нет желания играть за ту женщину. Этот дед намного сильнее. Прям намного. Она раза в два слабее. Но опять-таки это связано с тем, что он прокачан, она нет. Но кто же знал, что они мне кинут? Я рассчитывал до конца игры играть с тем мужиком, который гроб таскает. не прокачивает других персонажей дополнительных. Тоже знал, что все так и вернется. Так. я вроде ничего сзади не пропустил. Да, Виола, как бы умна ты ни была, ты поступила глупо. ты с самого начала не хотел держать свои обещания, Эхард. Тихо, будь осторожна. Вы не хотите разбудить спящего волка? Будьте. Только с помощью терпения можно получить то, что так желаешь. Однако твои действия следуют на нет, все усилия сведут. Если ты меня не выпустишь, я клянусь, убью тебя. Мой план должен быть безупречным, извини, но ты останешься здесь на некоторое время. Перевод временами левый. Пожар. То есть у них там какой-то конфликт возник. Вот он ее запер. там какой-то здоровяк. Не смей трогать его, я тебе этого не прощу, если ты так поступишь. Ты должна беспокоиться о себе, Норвуд, оставляю ее на тебя. Не беспокойтесь, ваша честь. Как ты планируешь со мной поступить? Остановись, Норвуд, хватит. То есть стоп, похоже, говорит хозяин Норвуда, его голос кого-то не напоминает. Я тоже так подумал, типа его хозяин какой-то огромный монстр или что? сколько здесь боссов-то будет. Красный свет, такое чувство, будто я уже проходил через подобное. Похоже, Виола потеряла сознание, возможно, это связано с этим красным светом. дневник стража. Что за новая вещь? Выдержки 30. Что выдержки? Плюс просто. Так, зачем мы должны охранять это чертово место? Здесь грязно и воняет. Холодно, когда не двигаешься, и мы не можем спать из-за криков. Посредник приговорил к смертной казни этих заключенных. Не знаю, почему лорд держит их здесь втайне. Я не могу это ничего открыть. вот это могу открыть. И что, я смогу опять за нее играть? Ну, новость так себе. потому, как лучше бы я играл опять-таки из-за того гробовщика. Не, ну, если привыкнуть, можно из-за той играть. Мадам Виола. Но только не за этой, которая с пушкой, она очень слабая. О, глядите, дочь предателя. Ее отец заключил сделку с дьяволом, а все из-за того, что хотел уничтожить святую землю. А кто ее мать? Она пропала, кажется, никто ничего о ней не знает. Предполагаю, что? Может, а может и нет. Она же все-таки ребенок. Да изгнать ее из благословенной земли или просто сделать курьером, а можно просто оставить все как есть. Не дай ей себя обмануть, и этот добродетель всегда искушает дьявола. дьявола. Блин, я должен с этими драться? дьявола. но они слабые, они не такие, как в тайном доле. Если ты хочешь увидеть своего отца и узнать местонахождение своей матери, просто сделай, что говорят. Конец обсуждений. То есть они знакомы или что? Были. Прости меня, мне придется сделать это. А, или это он потом говорил. Я не могу, просто не могу избавиться от этого сейчас. Виола бедная, Виола одинокая, ночь закончилась, в моих силах защитить тебя от боли еще раз. Она как крип или как босс? Она как фантом, который время от времени появляется, если мы сходим с ума. Ну, блин, она вон махопедина вообще отнимает нам копейки. Ты думаешь, что действительно спас ее или просто толкнул ее еще глубже в бездну? Да ничего мы не думаем. сейчас начнет прощения просить. я был уверен, что ты больше не вернешься. Терренс, я... ну ладно, твой отец. Почему ты не рассказал о своем отце раньше? Если бы я рассказал, и хозяин Норвуда убил бы его, у меня не было выбора. Экхард, я встретил его на Святой Земле. Он хозяин Норвуда, говорят, что он старейший наблюдатель, пережил трех посредников церкви, включая Хиггинса. Тогда я был рыцарем церкви, не знаю, почему я не помню его. В такой ситуации, как думаешь, почему он смог дожить до этих дней? Так тобой просто манипулировали. Последить того, что сделал Норвуд, моему отцу осталось недолго. Есть идеи, где он может быть? Я только знаю, что он был заключен в темницу здесь, и мне нужно найти его живым или мертвым. Я знаю, что ты ищешь Терезу, поэтому знаю, что ты чувствуешь. Извини, но в этот раз мои руки связаны. Просто иди, я займусь этим. Спасибо, Теренц, я надеюсь, что ты найдешь Терезу и наконец покинешь это гиблое место. Где Тереза? Норвуд забрал ее в руины рядом с пещерой. Никогда не слышал, что такое место существует под святой землей. Церковь использовала его в качестве темни. Та заключали тех, от кого хотели избавиться тайно, уверена, что тебя интересует другая часть истории. И что же это? Много лет назад церковь случайно открыла кладбище колосов, после этого посредник запечатал его. Конечно, как ты удостоверился сам, люди до сих пор проводили эксперименты. Так ты знала обо всем с самого начала? Норвуд всегда был себе на уме и ничего не рассказывал, я не знала, что мне используют. Ладно. Но вот эта штука исчезла. здесь лягуха. Так, а вот эти не открываются? Но я понимаю то, что к лягухе можно попасть с другой стороны. Ладно. Пока что здесь никаких лабиринтов, просто прямая дорога, мы бежим, бежим вперед, не сворачивая никуда. Но эту лягуху сложно было бы пропустить. Так, а что тебе нужно, лягуха? Может, кости? Ладно, давай, как я и хотел, дадим кости. Держи еще кости. Я вот о чем подумал. Он ей сказал, иди, и возможно, ее нельзя выбирать для того, чтобы сражаться, но может, она вернулась в нашу повозку? Как бы, почему бы и нет? блин, вот кто-то еще. Я слышу еще лягуху. вот сюда мы сможем спуститься откуда-то. Вообще, игра прикольная, мне нравится то, как они здесь все сделали, то, как это все реализовано. Мне это действительно нравится. То есть, я постоянно говорю, о, лабиринты, лабиринты, но на самом деле это здорово. Этот лифт не работает. И игра мне нравится. Я не знаю, что такое, но реально. Здоровская игра. А вот сейчас мы проверим. А, тут всегда два персонажа только доступны. Ну ладно. Ну и качнем тебя упорство, а тебе, тебе, я думаю, не помешало бы, наверное, интеллект качнуть. А то слишком безмозглое. Ладно. Что мы можем сделать? стремление. Потухший факел, фрагмент вероучения. Хиггинс, настоящий трус. Ладно, я это вот так вот пролистаю, кому надо прочитать. Я это сделаю, пожалуй. Почему бы и нет? Пусть у нас просто это будет вещичка. Что она даёт? Шанс на крит. Шанс критического урона 3% у нас. А если вот это мы поставим? 7. На самом деле крит это супер. Вот эта штука, которую нам дал тот чел, который мы можем наполнить. А, в аномальном режиме он будет. Но мы можем это исправить, если мы в неё что-то там дольём. но, блин, 30 костей отдавать за такое. Не, реально, этот уровень прямо линейный. И я хотел ещё за неё поиграть, потому как всю игру, я считаю, полностью прошёл исключительно тихо. Блин, не то. Полностью, считай, за деда. Иногда я играл за гробовщика. Ну, серьёзно, тут не получается одинаково качать всех персонажей. Тут либо ты одного топишь, и он у тебя становится самый сильный, либо ты качаешься плавами... Блин. Козёл, а чё ты такой сильный? Либо ты одинаково всех планомерно прокачиваешь, и они у тебя средние, что один, что второй персонаж. Но так получается, что я просёк фишку, что дед у нас будет всегда, деда нельзя было менять, поэтому я допил деда. Сначала мне, кстати, он вообще не нравился, но потом у него появились различные приколюхи, такие как куф-атака, сам он стал сильнее, и он мне стал действительно нравиться. Следовательно, любого персонажа, если здесь прокачать на максимум, он будет суперский. Но прикол в том, что я, например, мог бы качать гробовщика, топить его на полную, и мне бы кинули, отобрали бы его вот так вот, вон наглую. Тихо. Как уж тебя хилить. Она отъелилась? Нет, я не понял. Нет, вот штука, которая дает вампиризм, это реально имба. Очень полезная вещь. Я ее заменять не буду, я давно говорил, типа, вот, как было бы классно, если бы нам дали какую-нибудь вещь на вампиризм. И ее действительно дали. Так, тебя мы можем отхилить? Да, блин, подойди, пожалуйста. Она все равно очень слабая, несмотря на то, что мы много вложили, но все равно этого недостаточно. Но мы вложили это первые камни. Единственное, из-за чего она может быть сильной, это из-за очков, ну, из-за уровня ее. Интеллект-то мы ей нормально протопили, урон у нее большой, такой же, как у деды, но... Уступает она ему, уступает. И все, мы его сейчас убьем и возьмем деда. Ждем. Та-дам. А что это? Снадобья? А, эликсир здоровья, что ли? Стой, давай мы за нее возьмем. Вообще, было бы логично, если бы вот ты пока играешь вторым персонажем, первый бы, например, отдыхал, но это было бы слишком имбово. Ладно, записочку берем. Небрежная записка. Ягоды пахнут сырым, мясо можно учуять запах даже через броню. Съев их заключенным, кажется, стало больно, и они стали раздражительными. Угу. Так. Ого, здесь ловушки. О, вот это у нас что? Да блин, я думал. Ладно, не важно. Вот это куда ведет, и вот это куда ведет? Это чисто к предмету? Черноводные осколки. Ладно. Вроде меня не зацепило. Так, здесь новое яичко. Погоди, а вот это мы не можем открыть? Опять-таки, игра уже не такая прямолинейная, как было до этого. В самом начале. сделали они здесь какие-то развилки. Так, вот это получается мы открыть не можем. Мы можем пройти вот сюда. Спасибо. А, они просто взрываются. Угу. Так, ладно. Какая-то очередная библиотека. Да блин, задолбал, я и про щит забыл, если честно. Да боже, ты лох. Ты настоящий лох. Да извини, не лох ты. А почему она нифига не отхилил это? Хилит вообще гроши. Блин, может не стоит за нее играть, потому как я время, по сути, только тяну. я бы реально уже за деда его убил. Но я за нее играю чисто потому, что надо хоть какое-то разнообразие, наверное. А то здесь дали целую кучу персонажей. где-то 70% я играл за деда, 30% за гробовщика, не, 25% за гробовщика, или даже 28%. И два оставшихся процента я играл за этого персонажа и за второго. То есть я просто за них тогда пробежал чуть-чуть, оценил и забил. Неразборчивый научный отчет. В образце крови Вейлэнда есть компоненты, похожие на Сендрилов, но в то же время он не заболел. Может быть это то, что случилось после того, как он вошел на кладбище Колосов. Следующие слова прочитать не удается. Вообще у меня могло бы быть камней для прокачки намного больше, если бы я их покупал. Потому что на каждом уровне там можно их покупать. Блин, я даже щит не накладываю. По сути щит это основа основ. Тут надо или щит или вообще желательно щит в стамину. юзать. Но она это так долго делает, что ты на это просто забиваешь. Требуется ключ. Зато после нее задели так легко играть. не я бы ее прокачал чтобы она сильнее была. но хорошо, что здесь персонажи отличаются не только внешним видом друг от друга, у каждого своя особенная механика. Ну все, она походу откинется. Не смогли мы загасить. Это было ожидаемо. Тем более это сильный враг, он меня всегда напрягал, что задеды, что просто. но задеды вот достаточно быстрый откис до конца. У него атаки более интенсивные. Очередная записка. Так, а здесь мы что находили? здоровье плюс 75. Церковное украшение первое, второе. Так. О, ну вот шанс крита. А защита здесь какая? 10. А есть вот такая защита 16, здоровье 90, при полном здоровье увеличивает силу атаки. Бледное яйцо. Это намного лучше. наконец я увидел старика в одиночном заключении под оборванной одеждой свисающей своего тела о боже его руки и икры едва ли можно назвать человеческими конечностями это просто куски мяса свисающие с костей. Так, мне нужен ключ. Горло горит. Кто там Хиггинс? Это ты слышишь как кричит эта девчонка? Кричит от боли. Ты тот кто появлялся в моих видениях. Кто ты? Погоди ты не он живые ушли отсюда ты видел этого монстра? Я должен сказать тебе кое-что странное часть моего тела кажется еще зла. Здесь есть нечто питающееся моей душой вскоре я стану еще одним ходячим трупом. Пожалуйста ты должен открыть камеру позволь мне найти душу. Ты же тоже хочешь уйти так ведь? Определись с выбором до того как я потеряю рассудок. Ну давай. Спасибо ты добрый Вот он дал ключ Откройте камеру сумасшедшего А ключ ты дал от двери? Или от своей камеры? Надеюсь от двери Да Но могли бы писать типа использован клевуч такой-то такой-то А то просто у тебя что-то есть что-то используется Да блин что ты деда бьешь? Дед то здесь при чем? Сумасшедшие лошади То есть они просто висят целый день и кого-нибудь поджидают Делья полного восстановления Так Ну это непонятно как получить это обходить надо где-то Вот это может короткий путь Нельзя открыть с этой стороны У меня уже много таких дверей накопилось если честно Может где-то можно было спрыгнуть Подстава века Мне показалось или я там лягуху слышал Или это монстр У меня здесь ничего Никаких ништяков Все стоите Ладно Стои дальше Блин Стоп По сути мы можем вот сюда вот спрыгнуть и попасть вниз И наверное это так и работает потому что вон то помещение нижнее я узнаю Так что давай Старый дебил Он не попал Ой придурок блин Серьезно Круто Ладно Я опять здесь Надеюсь в этот раз он будет более точный Ох помогите Здесь кто-нибудь кто-нибудь может мне помочь Блин Я же мог по-нормальному спрыгнуть чтобы его ушатать Они так долго умирают с ними так не хочется драться Так открой Камень Погоди мы тебе еще поможем Надо сначала всех этих убить помех быстрее быстрее так здесь о лягуха блин а я дверь хотел найти Я же помню то что мы были вот здесь где-то стой здесь много всего может может зря спрыгнул может мне надо было спрыгивать блин а че тебе надо то ладно держи осколки так так это значит мне надо теперь как-то наверх подняться потому как я там до конца не прошел ну не знаю возможно есть пути они бы опять пересекались все эти а так я просто спрыгнул но здесь есть два лузера и гора лута приятно ты че что с вами не так овощи стоп да стоп как всегда отвлекают в самый подходящий момент тут мне решили позвонить ничего страшного меня не убили это самое главное все теперь мы можем здесь все залутать конкретно ну или давай сначала с тобой поговорим ох это вы лорд Эгхарт вы поведете нас на поиски великой сущности так ох ты пришел сюда последовав за лордом Эгхартом тебе тоже снятся странные сны во снах стая обезьян управляла повозкой заставляла меня есть что-то странное мерцающие штуковины ох хоть меня и заставили вкус мне что вкус мне почему ты не договорил горло печет пожалуйста позволь мне хоть немного этот незабываемый вкус это лакомство а че он хочет найдите светящееся лакомство о привет приятненько так здесь ничего 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 дневник Эгхарта Хиггинс живой труп если это так то мне суждено вернуть церкви славу боже благодарю я буду возносить хвалу и служить всей душой только я только я могу открыть вход получить благословение чтобы распространить семена веры да блин я же нажал фокус снова будет взрываться ну вот эти ловушки не ну этот я видел это я помню блин молотов я не использую ничего не использую ну потому что и без этого достаточно просто играть и остается у нас здесь либо проход наверх либо проход вниз давай сходим вниз блин можно здесь дверь какую-нибудь найти во мы выходим здесь где-то яйцо должно быть да стоите идиоты я вас не помню я вас реально не помню я тут проходил ну да я тогда пошел взял вон там вещи и пошел вот сюда кстати отличная возможность вернуться наверх здесь у нас эликсир лифт так где она ходит ладно надо проверить куда еще лифт ведет может он тоже ведет куда надо блин не успел казнить у нас сейчас защита видимо хорошие или что или плюс мы еще хилимся атаками потому как я очень долго выживаю без хилок при этом не блокируя атаки так пусто пусто да давай поднимемся сундучок и не один еще и записка о алмаз о вот это место я тоже помню так да здесь гора сундуков эликсир энергии а почему они так решили подогреть нашего пенсионера неврежный набросок вейленд продолжал продолжал кричать жажду кажется он ищет что-то особенное и сильно привязан к этому может его тело быстро изменилось именно из-за этого я должен понять в чем дело так я здесь все получается обыскал поэтому идем может еще раз блин а вдруг там был нормальный проход ну давай просто там же еще была лестница вдруг это все соединяется вот это яйцо вонючее от которого я начинал когда сдох здесь недалеко идти тут еще будут ловушки я помню отбегаем вот этих вот козлов и вот оно мы пришли вот дверь о которой я говорил поэтому может зря я не стал по лестнице подниматься ну давай сбегаем может здесь вообще тупо тупик или как раз таки выйдем сейчас к той лестнице вот здорово будет да куда ты фокусируешься это олень да рядом стоит враг он берет фокус непонятно на кого так вот здесь есть проход мне было лень с ней сразу сражаться огромное спасибо благодарю просто да казнь все сдохло можно было бы подойти со спины как-нибудь аккуратно все это оформить стоп вот это вот куда ведет да блин здесь миллион путей не важно сколько длится день но и всегда возьмет вверх когда токсичный туман проходит сквозь тело душа рассеивается то есть это нужный путь тут лошадь еще где-то я слышу так дневничок единственное горное сооружение которое уходит в облака качается на ветру над темной ночью несколько колонн света шатаются и в ветре чувствуется что-то наполовину свежее наполовину сгнившее на огромных колоннах вбитых в скалы выгравированы слова но прочитать их могут лишь маркионские старейшины он 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 прочитал на язык который совершенно непонятен посторонним ритм нелепый но радость в его голосе сложно утаить последующие страницы были вырваны Вейландом черт что же он прятал блин я теперь сожалею что я не поднялся сначала по лестнице потому как мне кажется это лошадь где-то вот здесь была да мне кажется то что хотя вот эту дверь я смогу сейчас открыть да да так вот я не договорил мне кажется что я как раз вышел бы где-нибудь как я сейчас сюда поднялся вот по этой лестнице да спустился здесь есть проход там был проход ага здесь к сундуку розовый бутон исполните просьбу мужчины висящего вот теперь у нас есть повод туда вернуться кстати говоря давай поторгуем может ты камни продаешь свои как всегда так эликсиры зачем эти ключи что они делают непонятно ладно вот алмаз и мундус сколько он стоит 4 здоровых которые я потратил ну блин это жестко а вот это самая лестница да реально я же говорил эти пути пересекаются и они реально пересекаются это мы разу не взяли а да вот и нашел его этот цвет этот вкус дай мне мерцающий розовый бутон благодарю за твой альтруизм это не сон о какая вкусная еда это все я не наелся не вини меня за жадность все таки эти обезьяны сделали такие ужасные вещи с нами один порез два пореза большинство не пережил и этот кошмар он еще просит ты че дурак блин то есть я я вот сейчас точно запутался мы тогда поднялись давай еще раз поднимемся на лифте а какой лифт дурак во я вот по этой двери вышел да то есть здесь есть долбанная дверь и вот эта вонючая лестница вела к этому жулику теперь нам надо подняться и идти дальше вот и все что нам остается так правильно тут сейчас еще одна лестница но я много двери еще не открыл возможно они здесь будут ага вот это начальная дверь блин он мог бы себе какую-нибудь болгарку купить вот это все разрезать и все вместо того чтобы столько времени терять тут же короткие пути долбанные есть а он ходит самыми винными и в жепу прилетел этот шар не вроде в двоих нереально воевать одна стреляет в крысу вторая дерется это еще не хочет сюда идти да блин задолбали со своими шарами ладно хилимся надо теперь ее сгасить здесь вроде ничего не лежит да боже да ты стебешься да вот с этими козами вообще нереально драться да иди ты в жопу я кстати забыл уже потому что у него блок есть комбу нельзя прервать то есть ты вот нажал кнопку а дед все равно доделывает потом из-за этого я много казней пропустил а че ты так быстро восстанавливаешься-то казнь нельзя провести с любого места надо именно чтобы она лицом стояла одни из самых сложных врагов сейчас это вот здесь я могу спрыгнуть но это самое начало да как раз да поэтому никакого смысла так мы можем спустить какую-то лестницу что-то я этого места не помню давай спустимся ой это ты а зачем нам этот короткий путь да блин этот мужик все равно говорить больше не хочет то есть этого мужика мы можем открыть у нас получилось хоть мне не нравится этот странный человек но он чистен наконец-то мы отправимся к руинам так ладно мы идем дальше все равно открыть его камеру это наша основная задача стой не подходи ближе я сыт этой тюрьмой поверь ты будешь скучать по старым хорошим денькам кто мне угрожает да вот какой вместо казни он не принижай себе все еще полно секретов норвуд отведи его повторю я думал это какой-то левый чел говорит как прикажете хозяин нет спасите мне кто спасет меня о лягуха это какая по счету четвертая так испорченная запись интересно эти ребята работали на заключенных если я найду способ контролировать их у меня несомненно появится острое оружие я спокойно пойду в мрачный туман они помогут мне вывести жалких людишек из бездны и достигнуть конечной цели так ну давай мы тебе дадим полюбные кости а то давно их не давали сколько тебе надо мне вот полюбные кости вообще на этом уровне не выпадали потому что как было у меня их 30 так и сейчас я подошел к ней 30 так то есть это исключительно к лягухе вело и остается у нас вот здесь спуск вниз как раз таки наверно к тому мужику так в итоге этот нор вот наш друг или нет он злой или добрый вот это что делает полин я надеюсь это нормально да это вот мы лесенку выстраиваем себе только секундочку все так что за новая вещь у нас здесь есть опять это ерунда я могу прыгнуть сюда стой вон там еще лестница которая ведет куда она ведет ладно а вот это куда ведет к лестнице я сейчас вернусь а это просто к сундуку и здесь еще есть а нет так стой не зря я сюда зашел это нас ведет чисто к сундуку но вот здесь я говорю можно спрыгнуть или нельзя но все равно они очень далеко расположены может их можно как-то подтянуть друг к другу вот это вот например мы спустили и там сможем как-нибудь передвигаться хотя возможно я это зря сделал потому что все еще можно повзаимодействовать с рычагом а здесь вот спрыгнуть можно а можно спрыгнуть вот сюда так дверь которую мы наверное уже видели и вон там проход а если мы спрыгнем сюда блин сложный выбор сюда я ведь тоже не заберусь ну давай спрыгнем сюда ну там этот дед вот получается где-то ладно давай сходим сюда блин может я зря все это делаю ладно короткий путь откроем идем слишком долго я не могу определиться этот короткий путь у нас где а это же вот самое начало долбанное яйцо блин я лоханулся да потому что вот с этого ящика можно было вот сюда тоже спрыгнуть вот сюда умею я делать неправильные решения принимать может сдохнуть специально ладно я сделал небольшой круг вот я снова здесь хотел ведь я сюда спрыгнуть сначала и попал бы сюда же стой не бей меня лох здесь ничего такого нет вроде нет следовательно на этих остолопов можно вообще внимания не обращать да блин идите в жопу мне надо еще последнюю лягуху найти блин а я к яйцу не сходил стой один кстати сдох уже то есть мотнуться то я мотнулся но яйцо надо использовать даже наверное новый уровень урам даже 2 очка я могу блин у тебя урон такой маленький что тебе урон прибавит реально вот 151 а у нее 160 170 давай отдохнем давай зелье еще сделаем целую кучу здравого ума нельзя здоровья энергии ерунда восстановление богатство грубая сила сумка переполнена вот эта лестница ведет к тому дураку но можно то же самое сделать наверное спрыгнув с помощью ящика тихо часть 5 а первую я где пропустил третья вторая четвертый тоже нет здесь осталась лишь сцена описанная в кошмаре звуки убийств и печаль до сих пор слышны во сне закрой глаза как если бы ты находился в ужасном подземном мире преследуемые призраками бродящими по округе огромные искривленные лица слезы на глазах руки в крови рыжеволосые девушки падающие одна с другой рыцари в броне и маркионские воины без обуви дерущиеся слово зверя как открыть кладбище колосов что там под землей ни вейланд ни хиггинс не дали мне нужных ответов ладно но почему он фокусируется на далеких блин постоянно я не знаю в чем его проблема сумасшедший погоди и вот здесь лестница это глупая по которой мы могли спуститься мы такие спустились ля-ля-ля тополя вот здесь у нас о лягуха я могу дать либо полюбные кости либо зелье здоровья ладно дадим зелье здоровья ура лягуха рада теперь у нас нет зелий ура мы только отхилились опять бежать к этому яйцу ура но мы получается собрали всех лягушек уровень здесь не особенно то запутанный то есть здесь есть короткие пути какие-то он мне дали достижения за то что я всех лягушек вообще собрал в игре но здесь вроде как есть дополнение там отдельные лягухи поэтому не знаю не знаю так вот здесь есть вот такие вот короткие пути но они просто ведут к самому началу где у нас стоят вот эти здоровенные яйца и все то есть они бесполезны очень блин эти лохи ожили серьезно так анонимное письмо какой ужасный поступок это свело меня с ума все трудности которые я стерпел и усилия которые я приложил способствовали вашей репутации ты и хиггинс жили во лжи действуя во имя бога абсурд нелепость не ну я кучу раз говорил то что если куча врагов то ты ничего уже не поделаешь тебя тупо заспамят зашибись не зря ходил а у меня еще второй персонаж есть но я не хочу все это проделывать заново блин можно было даже не ходить за хилками вот это ведет вниз а вот это ведет куда пожар просто если сейчас будет долбаный босс ой опять перец к тупому яйцу все я сбегал к яйцу отхилился надеюсь эти полудурки сюда прыгать не будут так ладно а что у нас здесь может не зря мы сюда шли это ведет куда-то в другое место что за бред это просто обходной путь а не вот сундук нормально вот можно вернуться к этому лоху а ммм 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 попробуй найди его еще закрой глаза а теперь я проявлю милосердие закончу вашу жалкую жизнь примите блин я не прочитал надо к тому мужику еще вернуться а то мы потом уже и не вернемся и что он мутирует я вижу секрет кладбища колосов вся правда там освобождая нас от бесконечной ночи за маркионов а он не мог это раньше сделать моя бедняжка ты лишь пешка которые повелевают отмщение ты не можешь увидеть полной картины как и твои одноклановцы мертвые ничего не могут изменить отправляйся ваться своими заблуждениями типа он подождал пока этот дед убьет невинного кого-то там блин я полдня буду с ним драться мне же камеру надо было открыть или это уже не задание первостепенной важности открыть камеру сумасшедшему стой иди в сраку все через жопу пошло а или его камера вот она была и она открылась сама так как той вот мазель как забраться вот лестнице есть так лифт секунду все я не понял я открыл сумасшедшему дверь не открыл вот этого лоха я видел да блин иди в жопу пожалуйста надо деда наверное взять она реально очень слабая стой мы внизу то там вообще могли что-то сделать нет может в этом и задумка что я потом должен перед сюда там то я не спрыгну видимо да ладно тогда надо выяснить куда ведет лифт для начала пусть какой-нибудь короткий путь который приведет прямиком к тому мужику который просил помощи так я видел там дверь открывай и здесь черноводный камень так яйцо да это к мужику быстро приведет наверное блин и от мужика мне потом куда перец ладно сейчас добегу все осталось лишь грамотно спрыгнуть и поговорить надеюсь это все что ты хотел держи оооо больше вкусной еды я чувствую свет он наполняет мое тело а хоть мои глаза забрали обезьян но я все еще могу видеть почти почти что повозка доедет до конца разбуди меня от осна эти обезьяны приближаются не дай им подобраться ко мне не дай им подобраться ко мне голова раскалывается свет слишком слепит и все блин а ради чего мы помогали ему он даже никакой награды не дал типа просто по приколу а теперь мне надо сделать офигенный круг наверно да чтобы вернуться в русло но зато мы здесь совсем получается закончили ладно тадам где же я я уже здесь я бы наверное мог и быстрее сюда добраться но я уже запутался в этой карте в этих коротких путях вот этот лифт меня наверное мог бы по-быстрому довести если бы я нашел тот короткий путь пока и он при этом выжил ладно ладно можно забраться к ней сначала забрать лут потом идти дальше плюс она еще и стреляет крыса какая блин она жива мне же не сюда надо по итогу идти или сюда ладно ладно сейчас мы ее добьем я могу вот так вот спрыгнуть и может он взорвется ее зато или это было бы слишком идеально она в шоке стояла не знала что делать лестницей пользоваться их не научили блин я не знаю есть ли смысл тебя убивать вы меня по сути так надоели все и ваши убийства такие бестолковые прям вот вообще ноль пользы чисто ради костей и все ну вот этот дед в результате жив и он мутировал да а это не дед или дед они сражались что ли дальше потом почему он ему не перерезал горло а он к потоку леди да я помню помню откуда взялась эта невыносимая боль это был я я всех убил мрачный туман что поглотил чудовищный грех и все на своем пути кладбище колосов гораздо ужаснее чем сендрилы в которых мы утопаем даже смерть не поможет мне избежать проклятье ли это тот которого мы освободили да это не тот дед это тот которого мы освободили терринс ха 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 говори где тереза ее забрали глубоко под землю не дай этому монстру найти ее что до меня я возможно смогу спасти ее но ты терринс сможешь теперь ты единственная надежда так это ты угрожал виоле что выпьешь пулю в терезу это ты так сильно хотел открыть кладбище колосов и создал весь этот хаос а теперь говори что хочешь спасти терезу чтобы найти убийц маркионов чтобы отплатить кровавый долг этот ужасный выбор был нашим единственным маркионы помимо тереза кровь маркионов течет и в моих венах ложь я тебе не верю ты только что это придумал терринс знаю для тебя это слишком но сейчас важнее всего спуститься на одну пещеру и спасти терезу после этого я все тебе объясню ты присоединишься к нашей команде нет блин тут ловушка но я так и думал а здесь тонкая линия тебе понять не могу стой блин а можно мне яичко пожалуйста стой мы должны так спускаться это чисто балкончик посмотреть эликсир восстановления а тут есть второй путь блин главное сейчас не грохнуться ух мне это больше всего волновало но по сути нам должны здесь дать новое яйцо иначе это бред берется не знаю сколько надо будет так ладно давай сначала сюда пойдем здесь ничего такого особенного но по сути лягушек то мы всех нашли а вон там вон сундук есть про щит я забываю стоп здесь точно пути не было ладно ладно умри Вот если бы этот щит сам накладывался, это было бы так удобно. У нас, кстати, дед сдох. Терренс, извини, но я должен предупредить тебя, что наш контракт заканчивается здесь. Ты нашел кладбище Колосов, моя работа закончена. Понимаю, спасибо за все. Конечно, я не бессердечный ублюдок, поэтому если прежде чем зайти в это гиблое место, тебе куда-нибудь захочется отправиться, контракт останется в силе. А как то открыть тогда? Сейчас, по сути, мы уже идем прямиком к боссу, но как открыть? Блин. Ладно. Просто реально. Я не затащу, если не будет сохранялки. Да и бежать придется очень долго. Они должны ее дать. Вот здесь он продает все самое ценное. Иммундус. Расколотый иммундус. Да это, по сути, мне уже и не нужно. Да, вот сохранялка. Сохранялка. Вкладываем все. По сути, финальный босс. Напряженненько. Это задолбал, такой слабак. Сколько можно его качать? А, я не отдохнул. Ладно, будем драться за деда. Если он погибнет, то... Попробуем добить ей. Можно было бы, конечно, за нее начать, но это глупо. Ты что здесь делаешь? Отец? А, так это ее отец? Прекрати, пожалуйста, не открывай. Это уловка, ужасная уловка. Не открывай. Ладно, это руз. Торевая руза. Заткнись, ты никчемный человечешка. Что они сделали с тобой? Наконец-то я вернул силу, которая должна была быть моей. Я так долго ждал этого момента насчет твоего отца. Это величайший облагодетель для него. Именно я нашел кладбище колосов. Но твой отец и тот позорный представитель забрали у меня все, и их ложь одурманила людям головы. Я, Экхард, преображу веру, проведу людей к правде этого мира. Позвольте нам начать заново. Блин, надо было попробовать ее прокачать еще. Сразу контратака. Мощнейшая. Первый удар. А ты что такой ловкий-то? Стой, ты, дружище. Не знаю, как к тебе еще обратиться. Так. Зелье... Где оно? Вот, эликсир восстановления. Спасибо, что дал выпить. Это первое. Потом я хотел попробовать... Иллюзии зелья. А иллюзии где? Да боже, ну что за бред? Что? Иллюзии. То есть... Зелье иллюзии это для того, чтобы себя... Убить? Покарать? За что? Не, отдохни. Я даже ничего делать не буду. Убирай. Быстрее можно? А почему он хилиться, я понять не могу. Ладно, задолбал. То есть это все мое зелье до сих пор работает. Долговато. Просто мне не нравится то, что я каждый раз с боссом дерусь в аномальном режиме. Это надоедает, если честно. За что? Я хочу просто убедить босса. Сейчас я даже не хотел ничего такого делать. Все так хорошо шло сначала. Ммм, супер. Не, в этом режиме его нереально победить. Мне кажется, он и так достаточно сложный будет. Нет, ну зачем? Блин, как начать? Задолбали. Сколько я ждать-то должен? Сто лет? Быстрее, пожалуйста. Пожалуйста. Загрузите меня у фонтана. Так. Прокачка меня интересовала еще. Нет, сначала у деда. Погоди. Влечит шанс упадения материалов. Влечит урон в аномальном режиме. Это если он наступит, то мы это активируем. Автоматически. А у нас, считай, у деда все прокачено. Нам везде крутые камни нужны или что? А нам не хватает одного вот такого камушка, чтобы полностью деда прокачать. Реально. Одного. Ладно, давай ее прокачаем. Тебе бы я хилки, наверное, качнул. А, вот здравый ум. Ну и все. И больше мы ничего не можем качнуть. Берите деда. Алтарь. Отдыхаем. Чтоб пересохраниться и идем. Можно же его как-то по-царски блокировать. О, он нас заблочил. Блин, он пробивает жестко. Да ты задолбал. Он уже себе всю стамину восстановил. Как с тобой сражаться-то, дуралей? Если только уворачиваться от его атак. Тихо, пожалуйста. Мне надо вот это вот зелье принять. Восстановление. Да ты задолбал отходить. Овощ. Блин, вообще. Никакого блока. В этот раз он нас не уронил хотя бы. На самом деле зелье восстановление, оно хорошее. Где эта ерунда? Оно хорошее, потому как... Чтобы хилки постоянно не пить, у нас будет вот пассивно здоровье тратиться. Он себе вот этим спамом набивает нормально... Стамины. Он за это время ее восстанавливает. Подонок тупой. Да иди ты в сраку. Хотя... Лошпедина. Вот сейчас можно зелье выпить. Где это? Да боже, где вот здравом ума. Потому как в аномальном режиме у меня же повышенный урон. Дух, дарь его. Не, если сражаться, используя зелье, то это как-то легко. Разнообразно. Хотя я зелье-то не использовал. Только... Хилку пассивную. И на здравый ум. Чтобы он не стал безумным. Рита, если бы твоя мама видела тебя, она бы гордилась тобой. Пожалуйста, отпустите меня. Почему именно она должна его убить? Прости меня, что не защитил тебя как следует. Сначала убил, а потом он сказал фразу. Почему только я осталась? Ладно, здесь лестница должна быть ведущая наверх. Плюс мы не нашли Терезу. Ты же поговоришь с ней? Если сразу с ней сражаться, то это жёстко. Теренс! Тереза! Я завершила свою миссию. Это должно быть последний раз, когда я встречаюсь с тобой, как Тереза. Тереза, о чём ты говоришь? Кладбище Колосов открыто, оно уже... Он уже получил, что желал. Неважно, что случится, я не позволю тебе оставить меня в этот раз. Достаточно. Спасибо за настойчивость. Это было время, когда я думал, что существую. Всё-таки я просто пустая оболочка и не принадлежу этому миру. Поэтому, пожалуйста, забудь меня. Прощай. Куда ты? Не понимаю. Я не понимаю. Подожди, Тереза. Тереза. Подожди. Тереза. Подожди. Тереза. Подожди. Так мы не будем с ней драться. Худшее всё-таки свершилось. Эхард принёс жертву Терезу, чтобы открыть кладбище Колосов. Теперь слишком поздно. Ты знал, что он собирался это сделать. Ты всё-таки подверг её опасности. Эхард никогда заранее не показывался, чтобы выманить его. У нас не было другого выбора. Что ты имеешь в виду, не было выбора? Ты отдал Терезу просто так? Я должен попасть на это чёртово кладбище Колосов и вернуть её обратно. Это суицид, ты ничего не добьёшь, только погибнешь. Мне нечего терять. Терез, если ты действительно этого хочешь, тогда возьми с собой осколок, алого метеора и экзилиума. Только с помощью него ты пойдёшь на кладбище Колосов. Что случится после этого, никто не знает, ты можешь не выжить. Войти на кладбище Колосов. Стой. Так, а подъём-то где? Вон туда. В результате я его просто профукал. Как там всё обходится-то? Ладно, давайте поговорим. Если что, я хочу взять тебя. Тереза никогда не хотела, чтобы ты был вовлечён. Вэт, стоило тебе появиться, как все планы пошли под откос. Она заставила меня остаться с тобой, чтобы обеспечить твою безопасность. Но она до сих пор считает меня лжецом. До самого конца они раскроют своих истинных чувств. Она очень сильно пожалеет, если узнает правду. Мне не нужна сладкая ложь. Теренс, я никогда не лгал тебе. Надеюсь, однажды ты снимешь эту маску и скажешь это ещё раз. Все мы попали в ловушку реинкарнации. Как раз то, во что вы, Маркионы, верите. Вот другая половина утверждения. Реинкарнация не значит застой. Только те, у кого есть сильное чувство цели, будут иметь завершённое прошлое, настоящее и будущее. Возможно, это путешествие не имеет ничего общего с местью, но это может оказаться необходимым окольным путём, который приведёт тебя вновь к Терезе. Я запомню, что ты только что сказал. Так, можно контракт. Похоже, это больше рука мне не нужна, а это ненависть... Без ненависти моя месть потеряла смысл. Так куда ты отправишься теперь? Похороню эту руку в родном городе, и пусть она покоится с миром. Может, пройдёт не так много времени, прежде чем Аркионы последуют за предками и станут лишь мифом. В конце концов, мы окончательно канем в лето, даже не оставив и слетам. Но кто-то будет помнить тебя, и, возможно, твой клан предвидел это. Надеюсь, этот трус не дал ему уйти. Это монета моего почившего брата. Возьми её, она принесёт тебе удачу. Рука в гробу. Стой, дурак. Торговать. Вот, он продаёт всё за эти долбанные кости. Но у меня этих костей очень мало, а покупает он за обычные осколки. Ты что, дурак? Терренс, я никогда не лгал тебя. Ладно. А теперь ты. А я один, что ли, отправлюсь? Терреса, скорее всего, не позволила бы тебе так поступить. Может, а может и нет. Ты знаешь мой выбор. Просто я беспокоюсь, что ты не готов встретиться со всем этим. Мне достаточно знать, что она ждёт меня там. Терренс, ты знал, что это путешествие изменило тебя? Разве? Больше нет того неуверенного в себе Терренса, что блуждал в мрачном тумане. Так в этот раз твой Бог благословит меня? У меня нет ответа на твой вопрос, потому что сама не могу подтвердить существование Бога. Но мы всегда выбираем то, во что верим. Мы идём дальше без колебаний. Разве нет? Раз ты её уже нашёл, просто делай, как велит твоё сердце. Надеюсь, всё станет как прежде. Я предпочитаю то, как обстоят дела сейчас. Больше ничего не скрывают, и всё идёт своим чередом. Возможно, ты права. Когда увидишь Терренсу, пожалуйста, скажи, что я ужасно скучаю по ней. Скажу, Бенит, и прежде чем я попрощаюсь, надеюсь, ты сделаешь мне одолжение. Сделаю, если это в моих силах, просто скажи. Позаботься о Виоле. Не волнуйся, буду относиться к ней как к собственной семье. И потом появляется контракт, то есть я могу сейчас все контракты закончить? Похоже, что ты уже закончила. Рад за тебя. На самом деле, я сделала и это. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо, первый раз. Может оказаться, что я не в последней. Они мне дают какие-то предметы, видимо. Давай поговорим. Мой родной отец убил его моими собственными руками. Я сделал всё, что могла, и даже больше. Разве я даже не прощалась с ним как нужно? Я даже не знаю, был ли он хорошим человеком или нет. Тебя одно он всегда хотел защитить до самого конца, а этого достаточно. Я не хотел, чтобы всё закончилось вот так. Он освободился от нескончаемых мук и того же он желал для тебя. Прости, Виола, но мне пора идти. На кладбище Колоса в Терренс. Так ты тоже покидаешь меня? Прости меня, Виола, я не смогу оставить Терезу там. Как и у тебя, Терренс, у меня есть шрам, который медленно излечивается. Верю, что ты найдёшь способ излечить его. Если такой день настанет, ты точно услышишь это от меня, но пообещай мне, что вернёшься с Терезой. Обещаю. Должно быть, это худшая ложь, которую я слышала. Если ты решишь верить, то даже самая отвратительная ложь однажды станет правдой Виола. Рано или поздно мы встретимся вновь в этом проклятом мире. Буду ждать, когда этот день настанет. Контракт. Теперь, когда кладбище Колосов было обнаружено, курьеры больше не нужны. Возможно, теперь им придумают новое значение, например, выполнять поручения людей из Святой Земли. Я никогда не остановлю тебя от того, что ты хочешь делать, но есть кое-что, о чём я хочу тебя попросить. Не рискуй бездумно. Не волнуйся, я запомню то, чему ты меня научил. Я уже не та Виола, что прежде. Так, ты что продаёшь? За 20. Вот, шанс на крит, плюс 6. Атак людей, зверей, ещё раз людей. Атакуя врагов, он наносит себе значительный урон. Значительный? А у меня, кстати, 26 этих штук, я не могу всё приобрести. А вот, значительно увеличивает силу атаки при уровне здоровья 50 или ниже. Силу атаки, давай. Там ещё и крит есть. Вот это я уже приобрести не смогу. Уличивает защиту при уровне здоровья 50% или ниже. А почему я не могу всё приобрести? Что за несправедливость? Давай приобретём вот это. Теперь посмотрим на вещи, которые они мне дали. Не, стой, эту мы заменять не будем. Песок фанатизма. Это то, что мы приобрели? Стоп, а они что за вещи тогда мне дали? Первое семя. При успешных критических атаках восстанавливает выдержку. Здоровье плюс 110, защита 16. Это лучше этого яйца, да? Да, это лучше этого яйца. Первое семя. Плюс сопротивление стихиям. Вещь украдена из места истинные колыбели колосов. Так, Экфорд смотрит на смертных свысока. Вейланд видит истину во тьме, но не может поведать её миру. Наивысшую истину нельзя выразить словами. Как носитель первого семени, его сущность покинула грань бытия и стала единой с истиной. Установим. Статуэтка, может её пора заменить. Роза. Увеличивает защиту при уровне здоровья 50% или ниже. Здоровье 50, защита 12. Где эта ерунда была? Блин, как-то эта штука выглядела. Любовь отца. То есть вот это можно установить. И это тоже нас будет хилить? Ладно. Мы уходим. Да. Войдя, вы не сможете вернуться в Солос. Последнее сохранение будет на руинах последователей. Продолжить? Да. Они даже не поворачиваются на нас. И сейчас мы будем одни, правильно? Без поддержки. И непонятно, что надо делать. Тоже там путешествовать или что? Или босс чисто будет какой-то? Или длинный уровень? Что тоже может быть? Надеюсь, не длинный. А то если он часа на два еще. Безумный. Почему ты так решителен? Во что ты веришь? Как мы-то лег на пламя смертельное притяжение. Да-да, бубни больше. Это человек, который находится во власти своей одержимости. Мы, наконец, встретились. Покинул темную пещеру и отправился в пустыню правды. Находясь в поиске того же, что ты веришь, разве тебе не страшно? Боишься ее потерять? Или что-то еще более страшный секрет? Я должен сказать тебе правду, шокирующую правду. Что за правда-то? Кто эти люди? Быстро отдай. Мое горло горит в воды. Они здесь жили или что? А вон и яичко. Теперь закрыто. Он вернулся. Она всегда была здесь. Она всегда принадлежала этому месту. Прими свет, Тереза. Ты дома. Ох, ты все еще здесь? Получилось найти, что хотелось? Что значит, ты здесь? Или просто наказываешь тебя, как тогда? Здесь можно жить только постоянно. Если ты слишком близко к свету, он тебя погубит. Мы пожертвовали той невинной маркионкой и вторглись на территорию Бога. Затем мы выпили запретную воду, которая превратила нас вот в это. Мы нагрешили, и вот что заслужили. Когда слезы высохнут, и время встанет, я буду ждать. Но кого я именно не могу вспомнить? Это может быть сладкая смерть, так освободи меня от одержимости. Я прошу прощения за ту маркионку. Она была предана миром, которому принадлежал и стала призраком, блуждающим по округе. Она открыла ворота к свету и слилась воедино с ним. Что я ищу, чего я ожидаю, возможно, это не важно. Пожалуйста, возьми это с собой. Кому-то удалось убежать отсюда. Если вас также выбрали, найдите человека, который узнает этот браслет, и передайте ему сообщение. Буду ждать тебя прямо здесь. Это дополнительное задание? Или что, браслет какой-то. Так. Вряд ли здесь есть лягухи. Таинственный живой кристалл невероятно пополняет запас энергии, если преподнести его на алтарь. Грязное ядро. Сколько дает? Сколько он уровней дал? Один. Ну, то есть он где-то тысяч... Семь дал. Я вот ему все качаю, атаку качаю. Он сильнее это почти не становится. Да, живучесть качаю. Типа они такие мертвые все, или что это? Это же кладбище, нет? Он вселился в нее? Тереза. И придется лупасить ее, да? Да. Моя любовь, это конец. Не этого он хотел. Блин, сразу босс. На безумном. Давай превратим эту одержимость в наше... пропитание. Да почему ты фокус-то убираешь? Тихо. То есть она сама не дерется. Она для этого использует других. Но вроде она не такая уж сложная. Мы ей уже больше половины вынесли. При этом использовали вот вторую хилку. Сейчас это я неаккуратно играю. Это все? Предыдущий босс был намного сложнее. Может это первая стадия была? Да, это была первая стадия. Они называют это кандалы. Так, кандалы могут быть разбиты только с помощью... Да он задолбал фокус убирать. А сколько у него стадии будет? Просто я бы не сказал, что это тоже сложно. Хотя я один же, получается, без второго героя. А это уже вторая стадия. А выносит она, кстати, немало. Она меня сейчас уронит. Мне кажется, третья будет. Но у меня есть Диэль, я могу пить их. Так, я бы выпил вот это. Да боже, умри! Я пытаюсь ее как можно быстрее убить. Спамлю, пушу. Но у меня опять этих зелий восстановления. Это, в принципе, дофига. Китай эти кинжалы, может, снять. Боже, ты чё, стебешься? И чё, какая стадия будет первая? Не, это бред. Я сдох сейчас чисто из-за того, что я отвлекся. Я хотел бросать вот эти вот толбанные коктейли. Из-за этого я сдох. Окей. Так, третья ее стадия. Я опять до сюда дошел. В этот раз я потратил исключительно три хилки. И все. Без инвентаря я вообще ничего не юзал. Я просто играл аккуратно. Предельно. Не как сейчас. Если она меня убьет, это ГГ. Просто конечная. Да ты чмошница. Эта стадия какая-то дикая. Прямо реально. Выдержки. Это чё? Улучшает восстановление выдержки. Полное восстановление. Мгновенно восстанавливает здоровье. Улучшает атаку. Ну, давай мы выпьем восстановление. А потом мы выпьем силу. Где эта фигня? А теперь иди сюда, ты. Овца тупая. Здорово. Сейчас все 30 секунд у меня пройдут. Непонятным образом. Ну, ты старикан, блин, вонючий. Тебе на пенсию уже давно пора. Ты воюешь здесь с ведьмами. Если я сейчас сдохну, то это конечное. Это реально конечное. Вот она блок ставила, я в него не ударил. Что происходит? Я надеюсь, мне не надо каждого убивать. Где эта ведьма? Блин, попугаев еще своих натравила. Давай еще на силу. И на... Восстановление. Старик, выпей на восстановление. Упрыгивай. Ему реально пора на пенсию. Такой дебилушка. Блок. У меня вроде пока восстановление работает, да? Блин, стоп. Пауза долбанная. Все. Гаси. Тупые ведьмы, они меня убили? Я не знаю. Окей. Это нечестно, это несправедливо. Раз они делают несправедливо, я сейчас тоже поступлю несправедливо. Я... Мне просто не хватает урона. Я вот лупил, я спамил по ней. Она не дохла. Вау. Окей. Сейчас все будет. Все будет. Я уже не знаю, как ее победить. Вот это что такое? Невозможно использовать ключ. Угу. Так. Гигантский клык. Наносит большой урон в качестве метасильного оружия. Стоя. Надеть. Так, защиты на 30 секунд, давай. Давай. Я уже не знаю, как ее можно выиграть. видимо придется фармить я слишком слабый для нее да боже старый пердон да выбери ты дурак и это большой урон вы называете большим уроном в принципе если бы у меня были метательные ножи а вот от этих надо уклоняться они могут убить они меня тогда и убили в принципе но как тогда они мне много раз убивали уже не первый раз не дерусь я дерусь раз 50 ну ладно не 50 может 10 что за медуза так здравый ум будет восстанавливаться мне это не надо фрукт создает щит загадочный щит минус щит а если я сейчас считываю мне все равно маленький щит ну как я же бегал я же не стоял на месте где эта ерунда прыща кровоточит могу ли я что-нибудь еще кинуть где щит спасибо блин сейчас эти ведьмы появится в прошлый раз они меня убили этот раз больше повезло а мне щит не дали а где мой щит почему я выпил банку со щитом а мне щит не дали старый идиот я не знаю это жесть вот что я могу сказать жесть а не босс если еще у нее стадия будет это хана я без зелий сражался с ней раз 10 она меня постоянно выигрывала а тут я стал пить все подряд и вроде как получилось жесть просто жесть это было очень сложно выпить и еще если это правда они очень хотят увидеть терезу выпить очень странная ерунда мы спасем в результате ее или нет просто такая жесть я так устал с ней драться без этих дополнительных штук ты ее не выиграешь вообще я уже думал пойти на другие локации качаться зарабатывать кости чтобы прокачать уровень защиту урон не ну просто это дикость если и в дополнении финальный босс будет такой потный это вообще что-то из чем-то в результате мы спасли ее нет она присоединится команде что самое главное или нет или она так чисто для прикола видимо спасли раз они так радуются но это было жестко очень разумеется все свои разы я не покажу я их удалю зачем они нужны но прям подрывала от этого босса теперь я знаю не зависло ничего нормально теперь я знаю то что перед сильным боссом и лучше вообще перед любым боссом закупать себе медательные ножи всякие коктейли молотова другую подобную ерунду на самом деле я рад что я победил ее потому как попыток было много это было что-то с чем-то каждый раз она нас убивала причем не всегда справедливо то есть она вот пускала этих духов и если тебя задевает такой дух то все ты умираешь с одного раза не важно сколько у тебя жизни не важно есть у тебя щит или что-нибудь еще ты просто умираешь поэтому я сейчас пил миллион зелий и могло случиться такое то что меня бы задел как раз такой призрак и я бы сдох и мне бы пришлось опять начинать сначала но зелья бы мне никто не восстановил поэтому в любом случае мне бы пришлось идти действительно фармить поднимать свой уровень делать метательные ножи все что только можно но это наверное единственная трудность была в этой игре хотя предыдущий предыдущий босс тоже был потноватый но там у нас было два героя я не использовал такого количества зелий я за всю игру столько не использовал я не знаю будет ли здесь какая-нибудь еще сцена в конце мне кажется нет в принципе-то игра неплохая она мне понравилась я об этом много раз говорил достаточно интересный проект у них получился реализовали все как надо большой потенциал будем ждать конечно же продолжения какого-нибудь но у нас еще впереди два дополнения причем мне кажется они не особо-то длинные сначала мы наверное пойдем как раз таки туман покорять посмотрим что там может ничего интересного а потом уже отправимся на другую локацию новую она вроде одна но большая что-то такое там будет множество различных боссов не знаю будет ли в конце такой же пот надеюсь что нет потому что это слишком как вообще с телефона ее надо было побеждать потому что первоначально эта игра же делалась на смартфоны и если она имела там такую же сложность то ну блин не знаю но наверное люди там качались жестче а не так как я я фарму вообще времени уделял меня просто выкинет куда-то в повозку может есть сцена юху ну а теперь еще и со второй стороны сидит этот урод чтобы это все значило что он тоже остался и превратился в эту ерунду или все-таки они спаслись что это я могу двигаться может намек на продолжение спасибо что играете хотите отправиться в новое путешествие выбрав нет вы вернетесь к сцене прямо перед финальной битвой к сцене начните новое путешествие поговорив с филином гленом стой что-то я не понимаю за нее никаких наград не дадут я просто так по приколу ее убивал хотите отправиться в новое путешествие это значит мне заново придется блин в общем да это вроде как новая новая игра я не хочу новую игру вы сможете продолжить свое путешествие в солосе но попасть на кладбище колосов больше не удастся начните новое путешествие поговорив с филином какие дела вообще я рассчитывал убить ее я рассчитывал убить ее и получить неплохую прибавочку к опыту а так по сути меня всего лишили ничего не дали ладно просто если бы я нажал на новую игру то мне пришлось бы заново локации проходить это не здорово также я выяснил что здесь оказывается есть вторая концовка для этого вроде как вот эту вот бутылку надо было наполнить на максимум в общем ту бутылку которую нам давали где она вот черная бутыль мелос этим я заниматься не буду я просто сейчас вернусь в повозку а в следующий раз мы уже приступим к дополнениям ладно пока ладно да Субтитры сделал DimaTorzok